Всем привет, это Тафф Гайд. Жесткий, крепкий, сильный, четкий путеводитель по хоккею, а одновременно и самое лучшее шоу о хоккее, поверьте моей маме. Меня зовут Саня Малыхин, и сегодня вы узнаете чуточку больше о хоккее. Начался очередной сезон НХЛ, но пока самое интересное происходило в межсезонье, а это были трансферы. Причем много было интересных обменов, очень крутых, очень прям неожиданных, но нас, разумеется, интересует только то, что происходило с российскими игроками. А там было на что посмотреть, и сегодня я вам расскажу о сильней, ярких трансферах с участием российских игроков в межсезонье НХЛ. Хорошо, посмотрим. Хорошо. Вадим Шибачев из СКА в Вегас Голден Найт. Переход Шибачева в клуб НХЛ должен был состояться одновременно с Панарином, но вместо этого они с Додоновым остались в России еще на два года, воспитывая рядом Никиту Гусева. Но дальше тянуть было некуда. Шибачев подписал договор с Вегасом за день до начала чемпионата мира, став первым игроком основного состава «Золотых лицарей». Широкие возможности новичка лиги на драфте расширения ввели Вадима в заблуждение. Он мог рассчитывать на сильных партнеров, но руководство Голден Найт решило сделать ставку на драфт пике и тех, кто в теории зафеерит в следующие 2-3 года. Крис Нил и Джонатан Марчесов, вместе с которыми Шибачев наигрывался в межсезонье, смотрелись неплохо, но дальше исключительно игроки на вырост. В роли лидера Шипи не привыкать, конечно, но выступать за уцайдера после СКА будет очень неприятно, хотя сейчас Вегас идет в лидирующих позициях. Евгений Додонов из СКА во Флориду Пантер. Распад сильнейшего звена страны завершил возвращение Евгения Додонова во Флориду. Вегас рассматривал приобретение прав на игрока у Пантер, чтобы получить сыгранную связку, к которой позже мог бы присоединиться Никита Гусев. Но все же Додонов во второй раз отправился на солнечный полуостров. Предыдущее его пребывание в Прайде успешным не назовешь. 2 плюс 1 в 15 матчах и ссылка в АХЛ. Дальше был Донбасс, переход в который расценивался как признание за Додоновым статуса середняка, но в КХЛ дела нападающего наладились и Флорида захотела его обратно. Пантеры отказались от Ягра, взяв курс на омоложение, и находящийся на пике карьеры Евгений вполне может его заменить. Михаил Сергачев из Монреаль Канадиенс, Тампу Бэй Лайкенс. Канадиенс избавились от всех российских игроков и начали они именно с молодого защитника. В октябре они дали Сергачеву три игры на то, чтобы он продемонстрировал свой талант, а после чего отправили обратно в ОХЛ. Так и не предоставив защитнику нормальных шансов закрепиться, Монреаль отдал права на него молнии, менеджмент которых во главе со Стивен Айзерманом известен своей лояльностью к российским игрокам. 19-летний игрок начал этот сезон просто великолепно. Вы только посмотрите видео. Аванс, выданный Эдмонтоном на драфте 2012 года, Якупов не оправдал, как и другой Next One Tyler Hall. После обмена обоев, Оэллерс впервые с 2006 года попали в плей-офф. В Сент-Луисе Якупов окончательно сдулся, перестал получать игровое время, и Блю срезонно не предложили ему новый контракт. Наэль обдумывал возвращение в Россию, но вместе с агентом Игорем Ларионовым сделал все, чтобы зацепиться за еще один сезон в НХЛ. Принять форварда взялся только Колорадо, который сейчас примерно в таком же состоянии, как и российский нападающий. Теперь перед Якуповым стоит сложнейшая задача помочь Эвеландж вылезти из глубокой ямы. Если не справится, то следующая остановка будет КХЛ. Алексей Емелин из Монреаль Канадиенс Вегас Голден Найтс, а из Вегас Голден Найтс Нэшвелл Предаторс. Травмы, которые наносил Алексей соперником в главе со Стивеном Стемкосом, главное, чем запомнилось его выступление за Монреаль. На драфте расширения Емелин забрал Вегас, через несколько дней обменял его на выбор в третьем раунде драфта. Довольно странный ход, учитывая, что Голден Найтс не набрал топовых защитников. А у Нэшвелла бронетные линии и так в порядке. С другой стороны, Алексей оказался в клубе, перед которым будут стоять высокие задачи. И если он заставит соперников объезжать себя за километр, как делал этот Канадиенс, то по отсутствию пропущенных шайб Предаторс однозначно будут в топе. Александр Радулов из Монреаль Канадиенс в Даллас Тарс. Этим летом Радулова ждали сразу два расставания с Дарьей Дмитриевой и Монреалем. Сложно сказать, что доводство Александру тяжелее, но едва ли в Далласе ему будет хуже. Во-первых, Кен Хичкок заявил, что поставит 47-го в тройку с Тайлером Сигином и Джейми Беном, надеждой усилить первое звено. Во-вторых, звезды были одними из главных игроков на трансферном рынке, приобретая вместе с Радуловым нападающих Тайлера Питлика, Мартина Ганзела и Брайана Флина. Это говорит о желании босса встряхнуть команду и превратить ее в контендера, что прежде получалось со скрипом. В-третьих, техасская пресса не съест с потрохами за любую ошибку. Там возводится в культ другой вид спорта – американский футбол. Наконец, за прошлый год Радулов добрал 54 очка, а это даже меньше, чем в Нэшвилле в 2008-м. Смена обстановки ему точно не повредит. Артемий Панарин из Чикаго Блэйк Хоукс в Коламбус Блю Джекетс. Обмен хлебушков Коламбус стал самой громкой хоккейной новостью конца июня. Целесообразность маневра и перспективы Панарина в Блю Джекетс рассматривались со всех ракурсов. Брэндон Саат, которого вернули в Чикаго вместо Артемия, считается более универсальным игроком, но при этом зарабатывает за сезон на 20 очков меньше. С другой стороны, будет очень интересно посмотреть на Артемия без Патрика Кейна, с которым заиграет и мертвый. Кем Аткинсон, Ник Валиньо и Александр Венберг – это здорово, но спеца с ними будет сложнее. Зато на новом месте поможет освоиться Вобровский. И вроде пока получается неплохо. Вот такая вот подборка на сегодня. Пишите в комментариях, какой из этих трансферов, а может быть какой-то другой, зацепил и поразил вас больше всего. А так на сегодня все. Увидимся на хоккее. Субтитры создавал DimaTorzok